Ему легче выделить его из вот этого бурового железняка. Золото, платье, серебро в нашем районе добывали длительное время в разные годы, но только в виде песчинок, потому что месторождение золота рассыпное, только в руслах век, только вода несет эти песчинки, и только ручным способом старательский корж, старательский ладок. И сейчас, пока я буду продолжать свой рассказ, вы все по очереди, не толкаясь, пока человека не более, вот для чего надо было снять рюкзаки, вот в этой маленькой витринке на цепочке. Он показал смотрителю, смотритель молодому биологу, немцу по мамилии Шмид, и тот опознал, что это не что ли, но это алмазы. Мальчику дали больную, но воспользовался его этим правом и незнанием, и был издан указ искать оные камушки всем остальным. И через два дня буквально на третий была найдена еще парочка таких камушек, дружим, мужем, мальчиком, Ваней Соколомом. Самые лучшие биологи страны, но не области алмаза добычи, таких специалистов в стране не было вообще. Приходилось начинать с нуля. Но первые же недели, 1938 год, на коммунитору мировой войны, первые же недели увенчались с успехом, и алмазы были найдены и отправлены именно на критерию оборудования с Московской области. Всю войну продолжалась добыча алмазов, и в любом виде работала Уральская алмазная экспедиция, УАЭ, Управление просорок и посетение Александра. Можно на крик перешла? Представьте себе, что все эти раковины были собраны одним единственным человеком, это была частная коллекция, она принадлежала одному человеку. Моряк служил на китобой, на русском языке, родом. Горнозавод, можно сказать, не украинцы, потому что у них нет. Никого ничего не имеет. Поэтому часть своей коллекции, он оставил в национальном музее, в Афгаджане, откуда долгое время получал вебные песни, последовательство национального искусства, а это была частная коллекция. Часть коллекции чего-то в музее. В музее тогда принадлежала за год. Для русского музея, мы зато покупаем новую коллекцию, он покупает квартиру, посылается здесь. Медуза, если кто знает эту легенду, то посмотрите на эту медузу-горгона и поймете, как рождаются легенды. Это очень маленький экземпляр, правда. Сердцевина, как у морской звезды, может достигать 50 сантиметров в диаметре. Какая красота. Это мы приехали в Чусовой. Это, я так понимаю, горнолыжный склон. Сейчас идем в кафе. 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 Темно. Так мы в горнолыжном курорте. Парк истории реки Чусовой. А это все, вот это вот, лучше смотреть уже на выходе. Корнолыжные склоны. Кафе. Пухнице. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Какая красота. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Пожарная часть. О, там наверху еще пожарник. Так, гуси остались. Здесь эта пожарная часть наверху с пожарником осталась. Дальше лавка у меня были. Пойдем дальше. Каруселька. Ох, какой петух-то наверху красивый. Так, это сувенирная лавка. Там сзади церковь. Впереди точнее. Ой, даже две. Не знаю, та, наверное, вот та, наверное, не действующая. Пограничный столб установлен 28.05.12. В честь часовлян, проходивших службу на границе. Ой, смотрите какой велосипед. Такой экземпляр. Редкий, наверное. Сейчас мы про него прочитаем. Макет велосипеда Артамонова. Макет велосипеда Артамонова. Уточки пловут. Папа, там есть. Папа, там есть. Шуя, блин. На ранее. Данико, Данико. Данико, Данико. Да, да. Памятный знак. Жителям часовского города. Знаете, какой. Вот эта вот. Не знаю, она заброшенная церковь, нет? Но почему у нее падает крест, и никто не поправится. И погода сегодня чудесная, как раз для выезда. Музей под открытым небом. И вон там горнолыжный курорт. Схема парка истории реки Часовой. Утки все ждут. Кто бы знал, что они здесь. Конечно бы их покормили бы. Принесла бы что-нибудь с собой. А вот, какой вид милыш. Это вот-кай. Субтитры сделал DimaTorzok